Всех приветствую, мои родные, любимые, христолюбчики и сердце моему, дорогие, братцы и сестры, у Христе и все люди на земле. Всем желаю всякого блага. Сегодня у нас меня что-то потянуло на французов. Я уже записал ролик о Наполеоне, но кто постоянно смотрит мои видео, вы увидите его после завтра. А сегодня я хотел бы сделать видеоролик о Жанне Д'Арк, о национальной героине Франции и Святой Католической Церкви. Я сначала думал совсем мало вам прочитать, но решил все-таки, обратившись к Википедии, прочитать все, что там написано. Я всегда призываю к такой мирской истине обращаться к Википедии. В принципе, плохо, хорошее, все-таки, как они сами себя называют, вы видите, свободная энциклопедия. Они стараются подавать свою информацию независимо, хотя это не всегда у них получается. Давайте сначала почитаем, а потом я скажу. Жанна Д'Арк, Орлеанская дева, годы жизни, 1412-1431. Национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне, попав в плен к бургундцам, была передана англичанам, осуждена как еретичка и сожжена на костре. Впоследствии в 1456 году была реабилитирована и в 1920 году канонизирована, причислена к католической церкви, к лику святых. Ну, это кратко, да, кто впервые вообще с этим сталкивается, с этой информацией. Ну, а теперь почитаем более конкретно. Франция в эпоху Жанны Д'Арк. Я решил вам все зачитать, чтобы у вас сложилось какое-то впечатление. Ну, сейчас и в конце я всем рекомендую посмотреть фильм Жанны Д'Арка с Милой Йович. Во-первых, кстати, прочитав вот это сейчас, что мы с вами услышим, мы увидим, что фильм снят достаточно близко, ну, по крайней мере, к той информации, которая имеется действительно. Вот, ну, и все, в принципе, там нормально, да, все-таки топовые актеры известные, именитые, вот, и режиссер соответствующий, так что фильм достойный, можно, рекомендую даже к просмотру. Давайте почитаем. Столетняя война началась в 1337 году с нападения на Францию английского короля Эдуарда III, заявившего о своих правах на французский престол. Вплоть до 1415 года война шла с переменным успехом. Французы терпели жестокие поражения, но все же им удавалось держать под контролем значительную часть страны. И даже временами отвоевывать некоторые территории. Но в 1415 году ситуация для французов редко ухудшилась. В Англии прекратилась междоусобица, и король Генрих V из новой династии Ланкастеров начал решительное вторжение на материк. В самой Франции внутренняя ситуация была катастрофическая. Страной формально правил безумный король Карл VI. За реальную власть в стране боролись группировки арманьяков и бургиньонов. 25 октября 1415 года французские войска были разбиты в сражении при Азенкуре. В 1416 году бургундский герцог Иоанн Бесстрашный заключил союз с англичанами. Вскоре он стал хозяином Парижа и стал править от имени безумного короля совместно с женой последнего, Изабеллой Баварской. Дофин Карл, наследник Карла VI, лишь чудом сумел бежать на юг страны. В 1420 году был подписан договор в Труа, согласно которому дофин Карл объявлялся лишенным права на корону. Королем после смерти Карла Штоу должен был стать Генрих V английский, обрученный с французской принцессой Екатериной. А за ним его сын, рожденный от этого брака. Это был смертный приговор независимости Франции. В 1422 году Генрих V внезапно умер, и королем обоих государств стал его девятимесячный сын Генрих VI. Регентом при малолетнем короле стал английский герцог Бетфорд. Чтобы полностью подчинить Францию, англичанам достаточно было соединить оккупированную Северную Францию с давно контролируемой ими Гиенью и Аквитанией на юге. Ключевым пунктом, мешавшим им это сделать, был город Орлеан, операция по взятию которого началась в 1428 году. Защитники оборонялись храбро, но исход осады оказался предрешенным. Во-первых, хочу сказать вообще всем, вы знаете, как отношусь категорически к патриотизму, к любой войне, ибо Иисус этого не заповедовал. Иисус сам никогда никого меча не брал. Патриотизм это не от Бога. Ни патриотизм, ни войны. Все войны, какими бы они ни выдавались за оборонительные, на самом деле они захватнические. Их начинают захватчики, и порой те, которые обороняются, потом захватывают. Я говорю, уже записан ролик о Бонапарде, я там немного, конечно, говорил. Ну, пожалуйста, та же самая Франция. То есть, казалось бы, сейчас мы в 14 веке, в 15 веке, ну, с 14 по 15, да, мы видим с 1317 по 1420 почти 100 лет. Наоборот, Англия прессует Францию. Что происходит через несколько веков? Уже Франция претендует на мировое господство. Поэтому, вы знаете, одни ли лучше других? Поэтому, когда там начинают назначать одних праведниками, других грешниками, все это, все войны, на самом деле, они захватнические. Кто смотрит мои ролики на канале Христолюб по Писаниям Ветхого Завета, там я кое-какую скоро мысль скажу, когда для этого будет основание из Писания. И я именно примером историческим, по крайней мере, библейским, для христиан или для тех, кто, может быть, меня слушает и не христиан, я просто покажу, как Бог действительно управляет миром, да. И вот этими, почему не обязательно брать меч в руке, в руку. Бог и так все сделает за тебя, действительно, в этом плане, потому что Бог учил нас любить всех, даже врагов. Вот, и нести этот свет. А где надо будет зло все-таки прикончить, да, на какой-то момент злых людей, так скажем, остановить. Бог сам это сделает тогда и как ему это угодно. Я это покажу, и, может быть, когда меня просто там послушают, потом я когда-то буду это в свободной форме говорить, ссылаясь на тот ролик. Мне очень хочется это место. Это, ну, это не секрет. Это где будет там уже евреи, по сути, в плену, и вот как Господь будет за них, так скажем, помогать им, да. Вот, но это не тема сегодняшнего видео. А вот это я хочу показать, что это всегда все одно и то же. Вот, сегодня я разные темы, так скажем, благодаря этому, этой информации затронул. Но одна из них все время, это вот этот патриотизм, который является, как я вся говорю, переодетым национализмом. Вот, от патриотизма до национализма нету ничего там. Шаг там и шага нет. Это одно и то же. Это просто переодетые. А так это одно и то же. Вот. Читаем теперь биографию самой Жанны Д'Арк. Жанна Д'Арк в Дом Рейне, основная статья, так, встреча. Традиционная дата рождения Жанны – 1412 год. Однако в декрете Папы Пея X от 6 января 1904 года, принятом вслед за торжественным заседанием, на котором было рассмотрено дело о причислении девок и лик святых, назначена дата 1409 год или 408. Но это все не суть важно. Жанна Д'Арк родилась в деревне Дом Рейме на границе Шампани и Лотарингии в семье обедневших дворян по другой версии зажиточных крестьян. Жанна Д'Арк и Изабеллы де Вутон по прозвищу Роме Римлинка из-за ее паломничества в Рим. Жанна никогда не называла себя Жанной Д'Арк, а лишь Жанной девственницей, уточняя, что в детстве ее называли Жаннеттой. В 13 лет Жанна впервые по ее уверениям услышала голос в 13 лет архангела Михаила и святой Екатерины Александрийской, а также, как считается, Маргаритой Антиохийской, которые иногда являлись ей и в видимом облике. Спустя некоторое время они якобы открыли Жанне, что именно ей суждено снять осаду с Орлеана. Но видите, если бы не прочитали историю, было бы непонятно. Возвести дофина, вот этого сына Карла Безумного, Карла VI сына дофина, на трон и изгнать захватчиков из королевства. Когда Жанне исполнилось 16 лет, она отправилась к капитану города в окулер Роберу де Бодрикуру и объявила о своей миссии. Будучи высмеенной, Жанна была вынуждена вернуться в деревню, однако через год повторила свою попытку. На этот раз капитан, пораженный ее настойчивостью, был более внимательен, а когда Жанна точно предсказала печальный для французов исход селедочной битвы под стенами Орлеана, согласился дать ей людей, чтобы она смогла направиться к королю, а также снабдил мужской одеждой, шапероном, хуком и шоссами. Причем Жанна до конца предпочитала одеваться именно так, дал ей мужскую одежду. Кто в курсе, перед этим роликом я записал видео, я просто и на христолюбии мы читаем последовательно это второзаконие, 22 глава, 5 стих о том, что всякий мужчина, одевающийся в женское и наоборот женщина в мужской, мерзкий перед Господом. И поэтому я ролики поменял местами, хоть я уже и про Наполеона записал, сейчас записал про Жанну и поставлю его, ну кто последовательно слушает, чтобы было понятно. Потому что это тоже очень важный момент, многие, наверное, бросятся меня осуждать, еще ролик не вышел в комментариях, там, о моем мнении о трансвестизме, о переодевании, об одевании мужчины в женской одежде и наоборот. И я сегодня, я в том ролике не стал это специально говорить, я уже планировал записать ролик о Жанне Дарк, и сегодня мы увидим кое-что интересное. Причем Жанна до конца предпочитала одеваться так, как мужчина, в мужскую одежду. Не просто как мужчина, точнее, а в мужскую одежду. Не похожую, не женскую, пошитую с какими-то там мужскими атрибутиками, нет. Чисто в мужскую одежду. Что в мужской одежде ей легче будет воевать, и при том не вызывать ненужное внимание к себе со стороны солдат. В это же время к отряду Жанны присоединились два его верных спутника, рыцари Жан де Метц и Бертран де Пуланджи. За 11 дней, преодолев расстояние по неприятельской бургундской территории между Дом Рэми и Шиноном, в конце февраля или в начале марта 1929 года Жанна прибыла в этот замок, резиденцию дофина Карла. Дофин воспользовался тем, что Жанна писал ему из Сент-Катрин де Фьербуа, что обязательно узнает его, и устроил ей проверку, посадив на трон другого человека и встав в толпе придворных. Однако Жанна выдержала испытание, узнав его. Она объявила Карлу, что послана небом для освобождения страны от английского господства и попросила войска для того, чтобы снять осаду Орлеана. Затем Карл и Жанна отошли в сторону и долго беседовали наедине, на какую тему осталась тайной. Придворные заметили, что Карл после разговора выглядел необыкновенно счастливым. В Шиноне Жанна изумила Карла VII и молодого герцога Алан Сонского своим мастерством в верховой езде, своим безупречным знанием игр, распространенных среди знати. Кентен – игра в кольца, требовавших совершенного владения оружием. В ходе оправдательного процесса Ален Шартье, секретарь королей Карла VI и Карла VII, заявил по поводу допросов, проводившихся на протяжении предыдущего судилища. Следующее. Создавалось впечатление, что эта девушка воспитана была не в полях, а в школах в тесном общении с науками. Карл, однако, колебался. Сначала он приказал, чтобы Матроны подтвердили девственность Жанны, затем отправил ее в Пуатье, где она должна была подвернуться допросу богословов, а также отправил гонцов на ее родину. После того, как не было найдено ничего, что могло бы бросить тень на репутацию девушку, Карл решился передать в ее руки командование войсками и назначить ее главнокомандующим. Девушку 16 лет. 17 уже где-то получается, ну пусть 18. Ведущий французский военачальник Этьен де Виньоль по прозвищу Лагир, что означает гнев, ярость, Патон де Сентраэль и граф Дюнуа из последних сил, отбивавшиеся английские атаки в Орлеане, должны были пойти под ее командование. Начальником ее штаба стал принц Аласонский. Важную роль в таком смелом решении сыграл тот факт, что Жанна именем Бога подтвердила Карлу его законорожденность и права на престол, в которых сомневались многие, включая самого Карла. Жанна военачальница. После назначения для Жанны изготавливают доспехи. Она получила специальное разрешение комиссии богословов из пути на ношение мужской одежды. Ну, ни для кого не секрет, что католическая церковь и слово Папы, и все догмы, все правила постановления католической церкви, кафолической на самом деле, соборной на русский переводятся, выше даже Библии, даже любых слов Иисуса. Все, что сказал Папа, он наместник Бога на земле, не Иисуса, а Бога. Вот, все, что он говорит, является абсолютно непогрешимой истиной, его слово, его одного, ни никого там, ни совета даже. Вот, и все, что мать-церковь кафолическая говорит, то является истиной, даже если это противоречит Писанию. Ну, и опять же, Писание, сами знаете, Писание тоже рознь. Вот, и Жанна Д'Арк получает, несмотря на слова Моисея, разрешение, ну, индульгенция в то время уже была распространена, кто знает, что это такое, индульгенция, придуманная католической церковью, это право грешить. Разрешение церкви грешить без ответственности перед Богом. Можно было купить, искупить свой грех заранее за секс со своей родственницей, допустим, пожалуйста, если какому-то королю вздумалось или что-то захотелось. Любой, любую индульгенцию на любой грех церковь продавала. Вопрос был только в цене. Ну, а там, как в одном фильме говорит, говорил один актер по одежке. С тебя столько, с тебя столько. Меч для нее был найден в церкви Сент-Контрин-де-Фьербуа, согласно повелению самой Жанны. По легенде, этот меч принадлежал Карлу Великому. Затем она направилась в Блуа, назначенный сборным пунктом для армии и уже во главе армии выступила Корлеаном. Известие о том, что армию возглавила посланница Бога, вызвало необычайный моральный подъем в войске. Потерявшие надежду начальники и солдаты, уставшие от бесконечных поражений, воодушевленные вновь обрели храбрость. 29 апреля 1429 года Жанна с небольшим отрядом проникает в Орлеан. 4 мая ее армия одержала первую победу, взяв бастион Сен-Лу. Победы следовали одна за другой, и уже в ночь с 7 на 8 мая англичане были принуждены снять осаду с города. Таким образом, задачу, которую прочие французские военачальники подсчитали невыполнимой, Жанна Д'Арк решила за 4 дня. После победы под Орлеаном Жанну прозвали Орлеанской девой. День 8 мая до наших дней отмечается каждый год в Орлеане как главный праздник города. Колебания и нерешительность Карла были причиной того, что в свой следующий поход к занятым англичанами замком Луаре Жанна выступила лишь 9 июня. Однако и в этот раз армия, возглавляемая ей, действовала быстро, решительно и необычайно успешно. 11 июня армия подошла к центральному укрепленному пункту англичан на Луаре. Жоржо на следующий день был взят приступом. 15 июня Жанна выступает на Мен-Сюр-Луар, 16 июня на Божан-Си, а уже 18 июня состоялась решающая битва при Патте с английской армией, возглавляемой Тальботом и Фастольфом, которая закончилась полным разгром англичан. Грозный Тальбот попал в плен, Фастольф бежал с поля боя, Луарская операция была завершена. Жанна отправилась к королю и призвала его отправиться на миропомазание в Реймс, традиционное место коронования французских королей. Перед началом похода Жанна сумела также примирить короля с бывшим у него в немилости Контебелем Ришмоном, опытным военачальником, что еще более сплотило французов. 29 июня начался бескровный поход в сторону Реймса. Город за городом открывал ворота перед королевской армией. 17 июля король был торжественно миропомазан в Реймском соборе в присутствии Жанны Д'Арк, что вызвало необычайный всплеск национального духа в стране. Бургундский герцог Филипп III, добрый, не приехал на церемонию, и Жанна в тот же день написал ему письмо, призывая к примирению. После коронации Жанна убеждала Карла начать наступление на Париж, пользуясь благоприятной ситуацией и смятением в стане англичан. Однако тот снова начал колебаться. Атака на столицу была предпринята только в сентябре, однако наступление было быстро прекращено. Король отдал приказ отводить армию к Луаре, и 21 сентября армия была распущена. Весной 1430 года военные действия были возобновлены, но проходили вяло. Жанне постоянно ставились припоны королевскими придворными. В мае Жанна приходит на помощь компенью, осажденному бургундцами. 23 мая в результате предательства был поднят мост в город, что отрезало Жанне путь для отхода. Жанна Д'Арк была взята в плен бургундцами. Король Карл, который стольким был ей обязан, не сделал ничего, чтобы спасти Жанну. Вскоре за 10 тысяч золотых ливров бургундцы продали ее англичанам. В ноябре-декабре 1430 года Жанна была привезена в Руан. Процесс и осуждение Процесс начался 21 февраля 1431 года. Несмотря на то, что формально Жанну судила церковь по обвинению в ересе, она содержалась в тюрьме под охраной англичан, как военнопленная. Возглавлял процесс епископ Пьер Кашон, ярый приверженец английских интересов во Франции. Английские правительства нисколько не скрывало ни своей причастности к суду над Жанной Д'Арк, ни того значения, которое оно этому суду придавало. Она взяла на себя все связанные с ним расходы. Сохранившиеся и опубликованные документы английского казначейства в Нормандии показывают, что эти расходы были немалыми. В хрониках Венециадца Морозини прямо сказано, англичане сожгли Жанну по причине ее успехов, ибо французы преуспевали, казалось, будто преуспевать будут до конца. Англичане же говорили, что если эта девушка погибнет, судьба не будет больше благосклонна к дофину. В ходе процесса выяснилось, что обвинить Жанну будет не так просто. Девушка держалась на судилище, а ей было совсем немного лет, да, с потрясающим мужеством и уверенно опровергала обвинения в ересе и сношениях с дьяволом, обходя многочисленные ловушки. Поскольку не удалось добиться от нее признания в ересе, суд начал концентрироваться на тех фактах, где добровольное признание Жанны не требовалось, например, на ношение мужской одежды. Я вот только одного не понял. Сначала ей эта же церковь, католическая, выдает разрешение на эту надежду. Что же она его не предъявила или там, ну, за Жанну все-таки кто-то там заступался. Я что-то тоже... Вот это единственный у меня конфликт, я вот читаю, сам не пойму. Мы только с вами выше читали, что церковь ей разрешила. У нее было какое-то письмо, чуть ли не от самого папы, да, или от этого богословского совета, так называемого, святых отцов, которому сам этот Карл-то ее подвергал, когда проверял ее и на действенности, и на все, да, и на сношение с дьяволом. Вот это я немножко не пойму. Значит, где это письмо-то было у кого-то, вот. И даже если сама бумажка потерялась, ну, тогда-то люди подтвердили. Ну, это ладно, понятно, что вердикт был уже вынесен до суда. Тут, конечно, смысл понятия, но, правда, я немножко тогда доигрю не пойму. Так. Одежда. Пренебрежением авторитетом церкви. Это вообще святое. Вы что, сказать против попов или там кардиналов или пастырей что-то? Это смертный грех. Ты что? Так, авторитет церкви где-то еще. А также пытался доказать, что голоса, которые слышала Жанна, исходили от дьявола. Вопреки нормам церковного суда, Жане не разрешили подать апелляцию папе и проигнорировали благоприятные для Жанны выводы процесса в Пуатье. В надежде сломить волю узницы, ее содержат в ужасных условиях. Английские стражники оскорбляют ее. На допросе 9 мая трибунал угрожал ей пыткой, но все напрасно. Жанна отказывается покориться и признать себя виновной. Кошон понимал, что если он осудит Жанну на смерть, не добившись от нее признания вины, то лишь способствует возникновению вокруг нее ареола мученицы. 24 мая он прибегнул к откровенной подлости, предъявив узнице готовый костер для ее казни через сожжение и уже возле костра обещал перевезти ее из английской в церковную тюрьму. Где ей будет церковная тюрьма, вы представляете? Это прям по Евангелии вообще все. Меня еще иногда все равно до сих пор тычут, что я против всех этих систем. Да потому что в них ничего евангельского нет. Это вообще не христианство. Это свои религии отдельные. И они лживые. Ничего в них истинного нет. Ну разве что они прикрываются овечьими шкурками. Христом они только прикрываются. Самого Христа у них нет. И они не больницы, не больные, не лечебницы, как они любят, говорят. Что их корабль, церковь. Иисус пришел к погибшим овцам дома Израиля. Они трупы уже давно. Их не лечить, а воскрешать надо новым Евангелем. Поэтому я, кстати, и проповедую. И говорю, что им надо проповедовать. И ни в коем случае с ними во всем не участвовать. И уже возле костра обещал перевести церковную, где ей будет обеспечен хороший уход, если она подпишет бумагу о подречении от ереси и послушании церкви. При этом бумага с текстом, зачитанной неграмотной девушке, была подменена другой, на которой был текст о полном отречении всех своих заблуждений, на которые Жанна поставила крест. Ну, свою подпись. Естественно, Кашона не думал выполнять свое обещание. И это епископ католической церкви, который ее судил. Судья Израилев. Кашона не думал выполнять свое обещание. И снова отправил ее в прежнюю черему. Через несколько дней, под предлогом того, что Жанна снова надела мужскую одежду, женская была у нее отобрана силой, и таким образом впала в прежние заблуждения, в кавычках, трибунал приговорил ее к смерти. 30 мая 1031 года Жанна Дарк была сожжена заживо на площади Старого рынка в Руане. Я хочу обратить внимание на все вот эти моисеевские заповеди, которые перекочевали в все современные секты, православие, католицизм, протестантизм. Вы представьте себе хоть на секунду вот эту вот картину. Человек горит заживо. Я себе представить такого не могу. Для меня это дикость. Это по Евангелии. Это те же самые люди, это дети тех же самых отцов, которые распинали Иисуса. И это главари. Ну как и при Иисусе. Заживо, сжечь человек. Караул вообще. Чем это от распятия отличается? Да ничем. На площади Старого рынка в Руане. На голову Жанны надели бумажную митру с надписью «Еретичка», еще и шутят. Все то же самое, как над Иисусом. Табличку предбей. Как все это делось? Вот эти вот ихние церковные суды, так называемые. Еретичка, вероотступница, идолопоклонница. И повели на костер. Епископ, я умираю из-за вас. Я вызываю вас на Божий суд. С высоты костра крикнула Жанна и попросила дать ей крест. Ну тут, конечно, вот это крики Жанны, если они правдивы, я считаю, не совсем хорошие. Вы знаете, что делал Иисус? Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. Вы помните, что говорил Стефан? Господи, не вмени им греха. Что у православной секты в святых почитайте, в святых, что они пишут, когда там мучеников убивали, что они там порой кричали этим царям, что вот живой пример показываю. По Евангелии это? Нет. По Евангелию это благословить с креста даже тех, кто тебя сжигает, с креста, кто тебя распинает, с костра, кто тебя сжигает. Эти мы должны светить. Все равно уже умираешь. Кого там на суд? Они сами себя уже судили. Они, естественно, пребывают во тьме. Внутри их. Жуть какая. Палач протянул ей две скрещенные хворостины. И когда огонь охватил ее, она крикнул несколько раз. Иисус! Почти все плакали от жалости. Ну, нормальных людей. Это не вызовет никакого чувства радости. Даже если бы она была настоящей еретической богохульницей и вероотступницей. От такой церкви тем более. Знаете, тут еще и надо, наоборот, венец на голову. И все эти. От таких церквей бежать над сломя голову. Ее пепел был рассеян над сенной речкой. В музее города Шенон хранятся останки, якобы принадлежащие Жанне Д'Арк. По исследованиям ученых, эти мощи ей не принадлежат. Ну, кто знает, в католической церкви и палец Фомы лежит, которым он у Иисуса проверял раны на его теле. Рану от копья. Вот в одном из костей или где-то в музее католической церкви даже пальцев Фомы лежит. Так что... На что не пойдешь, лишь бы денежки с этих... С полотником собирать. Какие только святыни не придумаешь. И из какого только глубин ада их не поднимешь. После смерти. Осуждение и казнь Жанны Д'Арк не помогли англичанам от удара, нанесенного ею. Они так и не смогли оправиться. Граф Уорик, запоздала поняв, какое воздействие на страну оказала коронация Карла в Реймсе, устроил свое миропомазание юного Генриха VI в соборе Парижской Богоматери в декабре 1431 года, которое, однако, мало кем во Франции было воспринято как законное. Уже в следующем году Дюнуа взял шартр, а Контебель Ришмон, окончательно перемирившийся с королем, стал его главным советником. В 1435 году умерли Бетфорд и Изабелла Баварская. В сентябре этого же года произошли важнейшие события, окончательно примирившие Франции и Бургундии, которые заключили российский договор против англичан. Уже на следующий год Ришмон вошел с армии в Париж. Решающее наступление французов задержалось на несколько лет из-за интриг и мятежей при Королевском дворе. Это классический жанр, да? В 1449 году французы начали наступление в Нормандии, которая завершилась победой 15 апреля 1450 года в битве при Форминь-И. Нормандия была взята французами. Битва при Костёне 17 июля 1453 года была решающим эпизодом в заключительном этапе Столетней войны. Через три месяца французы взяли Бурдо, что окончательно положило конец войне. Ну, теперь читаем про оправдательный приговор церкви. То есть она же судит, она же оправдывает, она же на небеса отправляет, это вообще жесть. Что люди? Что такое человек? После окончания войны в Нормандии в 1452 году Карл VII велел собрать все документы, относящиеся к процессу над Жанной, и предпринять расследование его законности. Следствие изучило документы процесса, опросило оставшихся в живых свидетелей и единодушно пришло к выводу о том, что в ходе процесса над Жанной допускались грубейшие нарушения закона. Да и сам суд, вот эти все церковные судилища, сенедрионы и прочая ересь, это уже не по Евангелии. Иисус никого не судил. Даже кто смотрел мои ролики на Христолюбе, сам Моисей, который стал судить свой народ, а поставил других судей поменьше уровень, судить народ израильской, не было Богом это ему повеление. Он сам это придумал, а судей поставить ему вообще его тесть и афор язычник посоветовал. Само существование церковных судов это антиевангельское учение и деятельность. Вот и все. Поэтому все ваши рассмотрения уже гнили изначально. Допускалось грубейшее нарушение. В 1455 году папа Каликс III повелел провести новый процесс, назначил трех своих представителей для наблюдения над ним, в том числе архиепистской премьерси Жанна Жувенеля Дез Юрсена в качестве председателя. Суд заседал в Париже, Руане и Орлеане. Также проводилось расследование в родных краях Жанны. Легаты папы и судьи допросили 115 свидетелей, в том числе и мать Жанны, ее товарищей по оружию простых, жителей Орлеана. 7 июля 1056 года судьи зачитали вердикт, который гласил, что каждый пункт обвинения против Жанны опровергается показаниями свидетелей. Первый процесс был объявлен недействительным. Один экземпляр протоколов и обвинительного заключения был символически разорван перед толпой собравшихся. Доброе имя Жанны было восстановлено. То есть прошло сколько там? 20 лет получается, когда ее казнили. Так, где мы с вами только что читали? После смерти. 31 год и 52. 21 год прошел и уже оправдали. В 1909 году, 9 год, проходит сколько у нас? 1452. Быстренько складываем. 55. Да пусть 500. Это 400. 450 лет проходит. 450 лет понадобилось католической церкви, секте. Церковью она вряд ли является. Точнее, я-то верю, что она вообще никакая, и знаю, не церковь. В 1909 папа Пий X провозгласил Жанну Блаженной. Ну вот видите, как уже Блаженной. Про чего она святого тоже, справедливости ради, надо сказать. Вот то, что ее сожгли, я, конечно, против. Чего она святого могла делать, убивая людей на войне. И вообще, вся ее жизнь, чего она делала святого, я не знаю. Вот мы с вами прочитали много здесь о святости. Ну, если мы сейчас с вами начнем какие-нибудь католитики, уже вы видите, после всего этого, сейчас мы дойдем, что ее вообще святой назначили, не просто блаженной. Ну, разве можно читать эту информацию? Можно ей доверять? Потом окажется, что она много чудес там творила, милость ту ню нереальную подавала, саму себя все раздала, все как обычно. Правда это или нет, уже, как мы узнаем. Знаете, даже на войне, типа, якобы, защищая свою родину, какого ты исполнен духа, убивай людей. Неважно, каких. Казалось бы, врагов твоих. Вот тебя тоже церковь убила, как врага. Точно так же, сожгла тебе. Какого она духа? Господь не зря говорил еще, взыщу кровь и открой от руки брата, и кто с мечом приходит от меча и погибает. И той же смертью, как и убивает, умрет и сам. Очень часто такое мы видим. Понятно, есть мученик, как Иисус. Ни за что, вот действительно, поэтому лучше пострадать ни за что. За доброе дело. Или ни за что. А лучше вообще за доброе. Тогда да. А когда тебя ни за что, вернее, за доброе дело, именно проявить, просветить жертвенной любовью. Вот эта высота. Что в Жанне Дарксвятового, я не знаю. То, что ее несправедливо осудили, убили, я согласен. Это бред. Потому что это не церковь, это секта сатанинская, сборище сатанинское, как в Откровении написано. Вот кто это такие. Это никакая не церковь. Католики, православные, то же самое делали. Кто знает, чем занимались православные, что они делали со старообрядцами. В это же самые хода, в 14-15, посмотрите, что православные делали со старообрядцами, со своими братьями, что они делали с жидовствующими. Почитайте все это. То же самое все. Тысячами загоняли в храм, сжигали, заживо, принося жертву своим богу, сатане. Вот и все. Так, блаженные. А 16 мая, уже еще через 11 лет, уже папа Бенедикт, вы знаете, она как будто вот светеет прямо на глазах. Канонизировал ее. Бенедикт 15. В настоящий момент практически в каждой католической церкви во Франции есть статуя святой Жанны Д'Арк. Орлеанская дева, чем она прославилась? Я говорю, она что, всю жизнь милостуни творила? Или что она делала? Какую добрую, что она, убивала врагов в этом святость католической церкви? Какие святые такая церковь? Ну, у нас то же самое. Начинает князь, ну, у нас это я не о себе говорю, а у нас как, так как я все-таки русскоговорящий, я говорю о России. Начинает с князя Владимира, у которого вот так голова в крови вся, не то что локти там, и заканчивая всеми остальными. Николаем вторым, царем, помазанником, у которого точно так же. Не то что руки там, с головой в реке крови тонет. Есть статуя Жанны Д'Арк. Орлеанская дева, Орлеанская дева, обращаю внимание, это слово. Что случилось? Так, что-то у меня камера повисла. Так, что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Какого? Так, какая-то ерунда. Что-то у меня тут какие-то технические неполадки были. Вроде все разработал. Обращаю внимание, орлеанская дева изображается даже, как святая, в мужском костюме, с мечом в руке. Ну, по поводу меча уже я много сказал, не хочу даже. Это у нас вся святость у всех культов, у всех сектов, православия, католики и зачастую те же самые протестанты. Это в мече. У Иисуса был меч в руке. Чего же тогда Иисусу меч в руке дойти? Господь сказал, что ученики будут точно такие же, как он, ибо он дал пример. Он много там. Он освободил евреев от римского ига. Тоже были захвачены. И кто знает, что произошло через 20-30 лет после смерти, воскрешения, вознесения Иисуса. Была попытка освободиться евреями от римского ига. Чем это закончилось? Иерусалим практически стирают с лица земли, а от так называемого храма Божьего камня на камне не остается, кроме так называемой стены плача. Вот вам результат. А что же Иисус этого не сделал? А что же описываемые эти исторические события теми же самыми еврейскими историками? Написано, что там не было христиан. Они все ушли по заповеди Иисуса, который говорил, когда будут приближаться дни сии, они говорят, что все это будет разрушено, сам Иисус предсказал, и камня на камне остается. Когда ученики его спрашивали на ближайшей горе, глядя на Иерусалим, когда это будет, он им сказал, когда это будет, бегите оттуда. Это патриотизм. Ну и в мужском костюме. Это к теме моего прошлого ролика. Жанна Дарк мужскую одежду практически в ней проходила всю свою недолгую жизнь. А как же тогда мерзок пред Господом всякий, одевающийся в мужскую одежду? Просто кто-то меня может там осуждать за этот ролик. А вот вам, пожалуйста, католик мне тыкнет. Так вот, кто меня тыкнет? Православные. Там есть подобные истории. Подобные я не имею в виду, прям про переодевания, а в том, что когда их не те же самые святости, или святые, или учения противоречат напрямую. Действительно, не то, что там слова Моисея. Это я уж, ладно, молчу. Ну, просто они же называют Библию Словом Божьим. Для, конечно, Библии не Слово Божье. И слова Моисея, его заповеди для меня ровным счетом ничего не значат. Я это все много раз говорил. Которые тем более противоречат истине, и Евангелию, и учению Иисуса, и его жизни. Но они-то проповедуют, что это истина. Пожалуйста. И у них святая в мужском костюмчике с мечом в руке. Вот вам вся святость церкви. Существует известная с 15 века дошедшая до наших дней легенда, которая предлагает альтернативные версии происхождения, жизни, смерти, а также чудесного спасения Жанны Дарк. Почему я взял за основание, как всегда, Википедию, как я люблю это делать. И действительно, я всем рекомендую посмотреть вот этот фильм «Жанна Дарк». Фильм от известного режиссера Люка Бессона. Он действительно в этом плане талантлив. Хотя фильм очень старый. По-моему, он 89-го что ли года, да, или какого-то. И Мила Йович, ну, в принципе, я считаю, она хорошо сыграла эту роль. И все, что мы с вами прочитали, вы увидите в этом фильме. Или наоборот. Если бы вы посмотрели фильм, то вы сейчас, прочитав, помните, что события описаны где-то приблизительно. Именно так прям очень совпадает с Википедией. То есть, действительно, и фильм сам-сам Люк Бессон, он, я не знаю, кем он себя там исповедует. Я с ним смотрел как-то интервью. Вот, но снял, действительно, я лично вижу вот в этом плане беспристрастно. И, насколько я знаю, говорит, аж сам Википедия, кто бы ее не владел и не являлся редактором, достаточно статьи все-таки все такие непредвзятые. Стараются с разных сторон оценить, посмотреть. Разные приводят. Они не зря там ссылки идут. Пожалуйста, можно и другие почитать версии, легенды о Жанне Дарк. Но и они перешляют сухие, пожалуйста, просто факты. Вот этого, того же самого, канонизации ее, да. В каком виде я, поэтому, обратившись к этим вот вещам, местам, и тоже свое мнение высказал. Ну, вот такой вот хотел поделиться. Информация для кого-то будет полезна. Кто-то сделает свои выводы из этой информации. Я надеюсь, сделает правильные истины во благо для себя и от окружающих. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. До встречи в следующих роликах.